Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Максим, если кто не в курсе. И сегодня мы идем на очередное кладбище. На самом деле, мне понравилось, несколько дней назад вышло у меня видео с Новодевичьего кладбища. Хоть я и не набралось сотни тысяч и миллионов просмотров, как у многих блогеров, потому что мне настоятельно Ютуб рекомендуют каждый день просто про все кладбища, про все могилы. Я не понимаю, что за бум какой-то происходит. Ну, в общем, я уже объяснял, что я не за этим туда хожу. Мне действительно реально интересно. Мне реально посмотреть, потому что я считаю, что такие кладбища, как Новодевичья, Тройкуровская, Ваганькова, это не просто кладбище, это история. Это история нашей страны, где похоронены выдающиеся, мне кажется, люди. И, конечно, по обычному кладбищу гулять не очень приятно, но почему-то на таких кладбищах я не чувствую себя как-то там по-другому, как в парке каком-то, как в музее, я не знаю. Очень много экскурсий там проходит. Поэтому пока мой папа снимает парки и уточек, я снимаю кладбище. И я сейчас поеду, попробую там что-то поснимать. Про Ваганькова я, кстати, уже много раз смотрел. Да и я думаю, вы тоже, наверное, все это видели. Но хочется самому посмотреть, вживую, потому что Ваганькова, это, конечно, одно из старейших кладбищ. Я почитал в интернете, немножко даже подготовился, что это конец по официальной версии 1771 год, а по неофициальным вообще конец этого 17 века, то есть там 1600, 900 какой-то там год. Вот, потому что и, кстати, такой факт интересный, знаете, туда же начали захоронение, потому что началась эпидемия чумы, и это кладбище выделили под тех, чтобы захоронить, кто, собственно, погиб, пострадал от этой чумы. И это считалось типа загород, типа там окраина, там это была деревня или село Ваганькова. И сейчас смотришь и понимаешь, что метро 1905 года, Ваганьковское кладбище, это не просто загород или какая-нибудь там окраина, это центр Москвы, я считаю, потому что это внутри Третьего кольца, ну, лично мое мнение, все, что внутри Третьего кольца, это Москва. Нет, я неправильно сказал, не Москва, это центр Москвы. За Третьим кольцом я тоже считаю, что-то в центре, потому что 10 минут езды там от Пушкинской, но это тоже центр. Вот, но тогда это в те годы, представляете, это было просто окраина, это типа там за 101 километр отселяли, потому что там хоронили, это сейчас там знаменитости, выдающиеся люди, тогда это были просто бомжи, какие-то люди, вот, заболевшие чумой, и только потом, и только вот уже последние, там, не знаю, наверное, 100, там, не знаю, сколько лет, ну, меньше, лет 50, наверное. от бандитов до, не знаю, Есенин, Ахматова, Высоцкий, Акуджава, такие знаменитости, Градский, вот, буквально год назад. Кстати, про Градского очень много видео, что стало с его могилой, что там чуть ли типа не эксгумация, вот, ну, на самом деле, все это неправда, и просто единственное, что он похоронен почему-то очень-очень далеко, на отшибе. Неужели не нашлось места, неужели такому, как Градскому, такой величине, не нашлось места не на Вадеевичьем кладбище, а нашлось вот тем двум молодым людям, царством небесным, я ничего против не имею, ну, ну, как, вот, вообще, кто это распределяет, и как это возможно, что 23-летний, это, брат и сестра, если кто не смотрел, посмотрите в прошлом видео, есть, я показал могилу, которая похоронена буквально в этом году, в мае месяце, и там, вы мне написали в комментариях, спасибо, и я прочитал, что они вместе отравились газом, она умерла сразу, а он в больнице, я, конечно, понимаю, что он там балетный, кремлевского какого-то балета, ну, ну, 23 года, ну, как, ну, почему, не знаю, кто походотайствовал, наверное, непростые, вот, и почему Градский, где-то на Ваганьково, и где-то на Отшибе, просто, непонятно где, неудачное абсолютно место, ну, в общем, я сейчас все покажу, по крайней мере, постараюсь показать, рассказать, что знаю, что не знаю, а потом, кстати, может быть, напротив схожу, ну, может быть, не сегодня уже, напротив Ваганьковска есть армянское кладбище, там говорят, конечно, как, не знаю, как это назвать, ну, в общем, там все дорого-богато, вот так назовем это, ну, на самом деле, я такое уже все видел, в Сочи, в Сочи, вы знаете, очень много армян живет, и там, на старом кладбище, где у меня дедушка покоронен, там тоже вот эти вот, чуть ли не замки, ну, такие памятники, ну, там просто, вот, кстати, покажу, когда буду в Сочи, в Сочи, покажу, и здесь тоже, в таком же все стиле, все, ладно, поехали. Так, я к нему сейчас подъезжаю, к этому кладбищу, вот это вот все, лес, с левой стороны зеленый, это все территория, это кладбище, и, по-моему, оно занимает около 50 гектар, можете себе представить, какие масштабы, какой объем, прочитал, что сейчас уже, говорят даже, что за деньги невозможно здесь, кого-то похоронить, как это было, допустим, в 90-х, очень просто, и все криминальные авторитеты, за большие деньги, собственно, лежат здесь. Там, кстати, еще позже раз, когда я снимал на Новодевичьем, я задал вам вопрос, почитал ваши комментарии, было интересно, про, кто что думает, про кремацию, или обычное, классическое захоронение, вот, я, кстати, подсчитал в интернете, что церковь, в принципе, не препятствует, кремации, что-то там такого типа вроде, да, вот, я все-таки придерживаюсь мнения, что, обычное захоронение, не знаю почему, вот, половина, и в комментариях все разделились, половина половины, кто за что, каждый мнение, я считаю, что имеет право быть, у каждого свои какие-то пожелания, какие-то свои, кто-то пишет, что, не хотят быть, в земле, чтобы там, ну, грубо говоря, червяки поедали, да, кто-то, наоборот, говорят, чтобы сожгли, прах развеяли, в общем, у всех разное какое-то мнение, вот, я когда-то услышал, знаете, моей Васильевной бабушке, да, 95 лет прожила, она мне сказала такую фразу, тоже не мог с ней не согласиться, что, ну, может быть, это такая была ее просьба, такая как бы, через меня, может быть, или как-то передать, что, фраза такая прозвучала, что, я что не заслужил лежать в земле, вот, типа, ну, она была против сжигания, и как-то меня это отложилось в голове, я думаю, Васильевна, во-первых, я сказала, о чем ты говоришь, рановато еще, потому что, я не помню, когда это было, а во-вторых, ну, ну, конечно, заслужила, конечно, а справа, вот, армянское кладбище, вот эти, прям, ты прям заходишь там сразу, там такие памятники, обязательно потом сюда захожу, а с левой стороны, вот здесь вот, центральный вход, а еще меня удивило, вот, напротив, вот, представляете, вот вход, а вот напротив, построили, не знаю, что это квартира, но это квартиры, и я знаю, что они не могут продаться, наверное, желающих жить, например, в кладбище, не очень-то и много, так, друзья, заходим, надеюсь, меня хорошо слышно, потому что я пытаюсь через наушники разговаривать, у кого какие ассоциации с Ваганькова, у меня, честно говоря, когда говорят в Ваганькова, сразу ассоциация, ну, не то, что ассоциация, наверное, ну, не знаю, в общем, Высоцкий для меня, потому что, наверное, потому что это, кстати, было тут буквально 25 июля, было ровно 40 лет, а нет, подождите, в 80-м году ему было бы 80, сейчас 22-й год, 80, 44 года, ой, 42 года, когда его хоронили, говорят, что здесь в пол Москвы было перекрыто Садовое кольцо, это во время Олимпиады было, поэтому памятник красивый, и как заходишь, он сразу прям главный при входе, и тут же рядом, да, вот смотрите, какой контраст, там, допустим, 83-й год, Карпушев, Карпушев и Карпушева, ну, явно заброшенные вообще, Высоцкая Нина Максимовна, это, наверное, мама его, да, это его мама, представляете, где жила до 2003-го года, очень скромненький, но такой достойный памятник, буквально чуть-чуть в сторону отошли от Высоцкого, и здесь памятник Влада Листьева, которого в 1995-м году застроили в подъезде собственного дома, журналист, телеведущий, и просто хороший человек, я обожал, хоть и смотря на мой юный возраст, я посмотрел все передачи и «Взгляд», и, как и называлась передача, которая была на первом канале, не «Взгляд», а вот он и потом ее ввел, как журналист, брал интервью у звезд. Ну и, конечно же, «Поле чудес», куда же без него-то. Такой же памятник. Я, кстати, о! Часовня здесь. Не пойду по центральной аллее, сразу сверну направо. Интересно дойти до конца. Конечно, это кладбище, по-моему, раза в два больше, чем Новодевичье. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я не могу вспомнить фильм, в котором играла Любовь Полищук. И там, когда она нашла, когда они нашли клад на кладбище, как он назывался, там золотые слитки. Я так люблю этот фильм просто. Ну, он такой, конечно, с юмором, с черным юмором, там, потому что кладбище из могилки вылазил постоянно кто-то из памятника. Да, все такое зеленое, заросшее, морковская дорожка. Видите, некоторые памятники вот в таких сетках. Я смотрел в интернете, в ютубе, девушка, экскурсовод, рассказывала, что это от этих, ну, во-первых, вандалы, тут, оказывается, еще и воруют, знаете, как всякие там причиндалы какие-то. Красиво как он. Вот хочу интересный момент рассказать, потому что на экскурсиях люди всегда спрашивают, когда видят вот такие вот старые захоронения в виде гроба, но только каменного, да, и всегда спрашивают, неужели именно вот в этом камне внутри там лежит покойный, да? Конечно же, нет. Это просто в те времена, я не знаю, какие-то времена, ну, там, 70, 1871 год, представляете? Это была такая мода, вот такие вот делать памятники, видя, как надгробия, как гроба. Конечно же, покойный лежит внизу, в земле. А вот именно вот как раз про эту вот клетку и рассказывал экскурсовод, посмотрите, какая-то, реально как клетка, и она говорила, что не очень любит проводить какие-то поминальные службы, священники, батюшки, потому что ощущение, что как будто в клетке какой-то, потому что посмотрите, сколько подхоранивают, в общем, как-то не очень это. посмотрите, профессор Преображенский, профессор первого московского медицинского института, в 1956 году здесь похоронен вместе с супругой. вот так вот если туда вглядываться вдаль, ощущение, что это все заброшенное, что туда вглубь вообще даже никто не ходит, туда, во-первых, не пройти даже, вот тут просто вот один на одном. Пожалуйста, вообще 2019-й. Крис стоит и все. Спросил сейчас у ребят, где Градский. А? А не, я не захожу, я просто поснимаю. Я просто хотел показать, как поднимают памятники, видите, специальное сооружение. А у ребят спросил, где находится Градский. Абсолютно верно, я иду. Это практически все нужно кладбище, как вот, зашли направо и нужно вдоль забора идти вот здесь и до самого конца. Очень странное место выбрано. И я, кстати, вспомнил в комментариях, очень жарко, я вспомнил в комментариях, вы мне написали, Макс, что за дело, я даже вопрос задал, какое дело, что за дело, сходи на могилу Градского, что там произошло, что случилось. А потом тут же в Ютубе у меня в рекомендациях вышло видео про могилу, типа написано эксгумация Градского, ну, бред какой-то, конечно. И тоже блогер пришел, поснимал, показал, что ничего не происходит, все аккуратно, чисто. Года еще не было, памятника, наверное, пока и не предвидится. Во-первых, рановато, во-вторых, наверное, думаю, что-то будет хорошее, грандиозное. Кстати, знаете, я тут разговаривал на кладбище там мамы с человеком и он говорит, что иногда памятники ставят на девятый день уже, представляете? Да и где-то я вообще это слышал. Я слышал, что где-то за границей не ждут год, чтобы земля просела, а сразу ставят памятники. Не знаю, насколько это правильно, насколько это так должно быть. Фу, жаракская, а? Знаете, не могу пройти мимо, потому что вот вообще идешь, потом раз, бац, какая-то могилка. Вроде как будто бы проход и есть между странным. Мрачное кладбище по сравнению с Новодевичьим, мрачное, скажу я вам, если не идти по центральной аллее. А я не смог пройти вот мимо вот этого сооружения. Думаю, что это такое? Здесь как будто прям целый семейный склеп, потому что это все под одним забором. Виноградовы, Иванов-Дальский, Иванов, Моисеев, Александр Федорович. В 22-м году Моисеев, Александр Федорович, 35-го года. Круглова Зинаида. И здесь посмотрите, сколько. 93-й год, 2002-й, 1988-й. В общем, Ивановы, Моисеевы. Вот фотография Бориса Моисеева. Ой, Александра, Александра Федоровича. Ладно, пойдемте отсюда. Посмотрите, какой необычный памятник. Никольская Александра и Никольская Надежда. И Никольский Александр, и Никольская Елизавета. В общем, все Никольские. А здесь Васильев. Здесь такая тишина, что жутковато даже. Все-таки в Новодевичьем больше людей. А здесь прям совсем никого нету. У меня какие-то все-таки есть такие улицы на участке пройти. Зелентух Михаил Михайлович. А вот смотрите, целая аллея вдоль забора. Одинаковые памятники. 58-й год. все. А, это все 19-го. Так, это что, какой месяц. 58-м году. Все. так, дорогие друзья. Так, дорогие друзья, напишите в комментариях, что произошло 7-го мая 58-го года. господи, господи, как я испугался. Тишина такая, понимаете, никого нету. И тут раз, кто-то там обрывает листву. да. Вот тоже справа, посмотрите. одна территория. Не знаю, может быть, родственники. Абсолютно разные даты. Короче, шел-шел-шел и прошел я поворот. Ориентир Градского это вот этот вот красный забор из кирпича. Нужно к нему выйти и спуститься вниз. И будет последняя могила. Ну, была, по крайней мере, последняя. Так, ну, здесь явно вот Пономарев заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Футбол. Может быть, папа у меня скажет или кто-нибудь из вас подписчики. Я такого не знаю. В 73-м году Давыдов и Анастасьева. Театр моей мечты. Народный артист России МХАТ Владлен Семенович Давыдов. А это, наверное, его супруга Маргарита Викторовна Анастасьева. Тихонов. Заслуженный тренер команды ЦСКА. В 2013-м году похоронен. Так, а это у нас кто? Светослав Белзов. Народный артист. Ничего себе. Посмотрите, какой красивый памятник. В 2014-м году. Очень хорошо его помню. Народный артист Арций Башев. В 2015-м году. Ты повернул глаза зрачками в душу. Шекспир. Памятник, хочу вам сказать, не в стиле народного артиста, а в стиле какого-нибудь криминального авторитета. Потом я вам покажу, почему я так говорю, потому что очень много памятников в таком стиле. Шалевич. Народный артист. Конечно, знаем. В 2016-м году. Родился в 1934-м. Дербенев Вадим. Кинорежиссер, оператор, народный артист. Это не тот Дербенев. Так. Вот видите, в принципе, еще как бы вот даже на таких кладбищах места есть. Наверное, за очень большие деньги все равно можно похоронить. Вот смотрите, что написано. Участок, предназначенный по захоронению по разрешениям департамента торговли и услуг города. Понятно? В принципе, если вам дадут разрешение, то, конечно же, возможно. Ну и, насколько мне известно, подзахоранивать к родственникам, это тоже все законно. я уже рассказывал, что у нас знакомый. Сейчас скажу, в каком году, в 2008, по-моему, году подзахоронили его сюда. Ну, кремировали, соответственно, потому что это где-то там, где-то в центре было. Это невозможно было там захоронить. Классически подхоронили, потому что он родственник, нашли документы. Родители, по-моему, здесь были похоронены. Но я уже вижу могилу Александра Градского действительно на самом отшибе. Просто прям вот угол. Почему так, я не понимаю. Неужели нельзя было как-то... Так, дорогие друзья, кто спрашивал, пожалуйста, Александр Градский. Все нормально с могилой, ничего не сгумировали. не раскапывали. Совсем молодой здесь. И вот оно заканчивается, кладбище. Вот просто все, тупик. 49-го года рождения. В ноябре родился, в ноябре него и не стало. приходят поклонники явно. Навещают. Поэтому не переживайте, кто спрашивал, все в порядке. наверное, какой-то будет большой памятник, потому что прям как-то вот. Ладно, пойдемте, сходим на центральную аллею, покажу известных людей, знаменитостей, личностей, народных артистов. Это вернусь только обратно идти, обалдеть. Смотрите, памятник какой народному артисту, философ Альберт Леонидович. Вы точно его знаете, как минимум по роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Приложу сюда фотографию. Короче, я решил пробираться сквозь прям самый гущий центр. Прохожу там сейчас какие-то мужчины копают могилу на минуточку. Слушайте, иду, и меня что-то прям в жар не бросило. Фамилия. Просто убери одну букву, и это будет моя фамилия. Без буквы Д. Первый. Ничего себе, может быть, тут родственники лежат. Можно было подзахорониться. А Туманов справа видите, у него почему-то нарисован дом на набережной, который на Котельнической. Не знаете почему? Да, почему? Потому там жил. А, и все? Ему сюда уже было ящик из корябок. Почему? Потому что она выпила. Ну, все выпивают. А там пил. Вот видите, как так интересно. Это он мне, кстати, посоветовал, где пройти на центральной аллее, он здесь явно работник. Ну, может быть. Такой серьезный. Увидел, что я рассматриваю могилу. Ну, вы слышали, да, говорит, ящик с вискарем, говорит, надо было ему поставить, потому что пил. Все мы выпивали, дальше что. Вообще, найти бы какого-нибудь такого более разговорчивого, чтобы рассказал какие-то свои тайны, какие-нибудь интересные вещи, легенды, необычные случаи, может быть, какие-нибудь из области. Знаете, привет из того света. Посмотрите, какое необычное захоронение. во-первых, все красиво, все так достойно, это понятно. Корбова Екатерина Юрьевна, 68-го года рождения, в 2006-м году ее не стало. Мастер спорта, чемпионка СССР по плаванию, стюардесса американских авиалиний компании United. Вот это интересно. тишина гробовая. Так, ну и куда мне идти? Я обратил внимание на лавочку. Помните, такие лавочки были у нас в моем детстве и вообще в советские времена. Только это миниатюрная такая. Вот тоже не могу пройти мимо, потому что очень необычно, красиво и зубковые. Все зубковые. 20-й, 15-й год рождения. А потом как будто бы их дети. Эти вообще в один день 2004-й год, 24-го, седьмого. Надо же. Так, все правильно я вышел. Сейчас пройдемся по звездной аллее. Но я хочу вам показать вот этот памятник Черникова Лидия Владимировна. Если интересно подробно, погуглите. Во-первых, это самый дорогой памятник здесь. Ну, так говорят, что-то порядка 20-ти миллионов рублей. Представляете, просто однокомнатная квартира. июня стало в 2015-м году. Год рождения 41-й год. И, насколько мне известно, она работник, гость или радио, по-моему, заместитель вроде какой-то там, которая решала, кому быть, кому не быть на телевидении и на радио. Или радио только, по-моему. Представляете, замок. такая была женщина непростая. А памятник еще необычный. По-моему, это сын ее сделал. Вот видите, какие звуки странные. Фоменко, Петр Фоменко. Получается, как бы вот она сейчас центральная аллея налево будет, а мы как будто бы с тылу зашли, сзади. Обошли вот так пол кладбища. Представляете? Так. Надежда Брежнева Маммут. Посмотрите, какой красивый у нее памятник. Слева от всеми известной Джуна. Джуна целительница, ясновидящая, как только ее не называли, как она только сама себя не называла. Здесь ее сын, который трагически погиб. И она я знаю, что когда он умер, его уже хоронили, она доставала обратно в гроб. То ли это было прямо во время, момент захоронения, она положила ему телефон мобильный в гроб. Она оплачивала его и звонила туда, чтобы не сблокировали. В общем, такое до сумасшествия доходило. сама она тоже у нас такая была неоднозначная и противоречивая фигура. Кого она только не лечила. Но мне она как-то я слушал ее много, не было такого отвращения, она мне в принципе нравилась. Она просто какая-то немножко странноватая, конечно. Не знаю, может быть, она какая-то великая мошенница. На самом деле никакая не целительница. Но говорят, свой институт даже создавали. для того, чтобы изучить ее феномен. Представляете? Ростоцкий, это актер, по-моему. Это тоже очень известная могила. Двух, можно сказать, детей, потому что им было по 14 лет, которые погибли при штурме Норд-Оста. Помните, такая была трагедия в 2002 году. они встречались. Они были молодые совсем. И вот так они похоронены вот здесь под такой березкой, прям как будто плачут. Очень необычный памятник. Леонид Филатов. Очень красивый памятник. Чтобы помнили. Он вел передачу, которая называлась чтобы помнили. Спартак Мишулин. Ну, конечно же, это же самый лучший Карлсон. 2005 год. Очень красивый памятник. Прям очень. Давайте издалека покажу. А вот это про Салманова. Вот я, допустим, не знал, кто это такой, но кто из Тюмени, то, конечно же, его знает. Это он передоткрыватель тюменских местонарождений нефти и газа. Калинин. Народный артист, луриат Государственной премии России. Здесь, конечно, Колумбарий такой. Кстати, тоже такой факт интересный. Место этого Колумбария тогда, когда это кладбище было открыто, здесь жили сотрудники кладбища, церковные служители. У них были такие бараки здесь. И вот они жили, представляете, у них были, куда бы окна ни выходили, они все равно выходили на кладбище, потому что это находится в самом центре. Мы уходим из этого мира, не зная начала, ни смысла его. Не видно там, что написано дальше. Тоже такой, прямо кто это, Алла Васильевна Михалевская в 20-м году, не так давно, Иван Васильевич Михалевский. Не знаю, кто это. А здесь целая аллея тренеров, спортсменов, заслуженных мастеров, старости Николая Петрович. Это у нас Спартак. Вот олимпийский чемпион, еще Гриньков. 67-й год, 95-й год. Сережа не умер, он просто перестал быть рядом. Так, я вообще-то, конечно, хотел бы увидеть Есенина. Вот Иванов тоже имеет отношение к спорту, к футболу. Торпеда в виде буквы Т сделан памятник. Посмотрите, какое сооружение. Это просто несколько миллионов. Соколова Вайс Мина Лазаревна. Что-то такое знакомое лицо у нее. Ну, конечно же, один из самых таких заметных и грандиозных памятников это Александр Абдулов. Ой, я думал, они не живые сидят, голуби, представляете? Я, кстати, очень хорошо помню, когда я его не встал, я был в тот день в Индии на Гуа. Прям как-то отложилась память Гомельский. Вот это очень известный памятник. Это Машенька Шилова. Это дочка художника Шилова, которая скончалась трагически от онкологии в 96-м году в возрасте 16 лет. Это памятник сделан из позолоты, насколько мне известно. он до сих пор ее рисует, он ее рисовал в детстве и он до сих пор ее рисует там, допустим, каждые 10 лет, какой бы она была, когда бы выросла, представляете? Да, если бы она осталась живая, мне все равно. очень красивый этот памятник. Это тоже тренер, по-моему. Голуби и такие два мальчугана стоят. Так, а это, сколько мне известно, Тихонов, заслуженный тренер тоже. Такой он был заметный, потому что на телевидении его было много, всегда его показывали фрагменты. А вы не знаете, где здесь похороня? Сама хотела узнать. Есенин, да. Где-то, наверное, далеко. А вроде бы нет. Я вообще, вот я уже тут все прошел издалека. А вы смотрели в интернете? Да, но это же непонятно, как пройти. По участкам я... Нет, я как-то не встретила. Он уже здоровый отладший. Очень, да. Смотрите, Сергей Белов, баскетболист, тоже очень известный. А он еще там Спартак. так, оказался Есенин совсем рядом, поэтому дойдем. Смотрите, тоже в стеклянном корпусе плохо видно. Альшанецкая Елена Николаевна, 69-95 год. Смотрите, какие красивые памятники. И как интересно зовут. Дворец Никита Львович. Иду мимо, но, конечно, не могу пройти мимо такого памятника Шилова Людмилы Сергеевны. 2009 год, а 21-го года рождения. У меня такое ощущение, что она имеет отношение к художнику Шилову, потому что стиль один и тот же. золото. Дорого-богато. А мы не встретили Соньку золотую ручку? Здесь здесь? Нет, не синий. Есенин, знаешь, что где-то здесь? Есенин, вот он. А где Сонька золотая? Да, где-то здесь, она прям такую незаметность. Тут вот есть Валентина Амфитеатрова, вон он, всех к ним ходят молиться про итерей замучил. Рядом с ним чья-то могилка, там где я смотрю, прям в золоте должно, она золотая такая. Сонькина? Да, без головы и без рук. Оторвали уже. На память, да, вот Сергей Сенин. А сзади него возлюбленная, знаете, да, которая покончила с собой. Прям здесь, кстати, покончила с собой. Прям здесь? Прям здесь, да. Через, если по-другому, смотри, через год, он 25-й год, да, он же такой был, Гулёна. Да, да, рязанский парень. Она мучилась, страдала, и вот довел он ее. Ну, она хотела любви, а он был такой парень. да. Да, Бенеславская Галина Артуровна прям здесь застрелилась. Она где-то и лечилась в психушке, и что с ней только не было, бедная. Смотрите, это из письма Сергея Есенина. Галя, Галя Завуда, повторяю вам, что вы очень и очень мне дороги, да и сами вы знаете, что без вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного. Из письма Сергея Есенина. Ну, что, что Серега довел-то, а? Ну, как ты мог, а? Ну, вот, бывают такие паразиты, понимаете? Сам Гулионов, сам доволен всех. Люди конфетки приносят. Открывают даже. Цветы свежие. Все светит. Я вот, честно, удивлен. Так, а где же у нас, Сонька, золотая ручка? Так, посмотрите здесь какое захоронение. Великая Отечественная война, 41-й год. Бойцам и командирам Советской Армии, павшим смертью храбрых, боях за свободу и независимость нашей Родины. Так, вот протоиерей Валентин Николаевич Павлович Валентин Николаевич Амфитеатров. Среди братских захоронений установлен в 98-м году у Сердия Московского подворья Валамского монастыря. Касаться руками и портить крест запрещено, но просьбы все свечи ставить в храме. Свеча это жертва на храм. Там стоят специальные посвечники о покоении и здравии. Не допускайте возгорания. На этом месте похоронена Елизавета Ивановна Чупрова в 80-й год. 1800 она супруга его была и сам он. Вот же. К сожалению, не нашел я памятник Булата Акуджаву, потому что я его увидел в интернете. Это обычный камень, просто булыжник, как скала. И просто фамилия, имя, отчество. И написано, точнее сказали, что таким людям, как он, не нужны фотографии, не нужны памятники, потому что они внесли такой вклад, что, собственно, достаточно просто имя, фамилию и все. И тут не поспоришь, ведь это правда. сразу обращаешься на такие памятники. Затеева Ольга Кирилловна, 56-го года рождения, в 21-м году не стало. Затеев Евгений и Базалиева Мария нефиномно. Ну и, конечно, хотелось бы Соньку золотую ручку увидеть, но просто чисто ради интересно. Конечно, про нее столько легенд, и правды, к сожалению, уже не узнает никто, но есть одна правда, что здесь стоит просто ее памятник, а она здесь не похоронена. Точка. Очень известный, да, 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 Бурков, да. Хороший актер, кстати. А вот за этим зданием Тальков и Джуна похоронена. Ой, Джуна увидела Талькову, она рядом Тальков, что ли? Рядом, там ниже этот похоронен, покажу. Где Джуна? Я только что был у нее, как это? Как я проворонил-то Талькову, я хотел. Спиридону? Да, вот, а этот известный композитор. Гаранян. Ну, это такой, оркестр этот. Ага. Ну, слошки этот. Какой-то, наверное, джазовый, я не знаю, честно, его, да. Да, да. 2010 год. где-то, где актер? Да. По фотографии узнаю. Где актер? Тальков. Футболисты. Это футболисты будут, хоккеисты еще. По-моему, целая аллея тренеров. Как я так не углядел Талькова. Обязательно к Талькову нужно вернуться, потому что, во-первых, он мне всегда нравился, всегда нравился Тараса, во-вторых, тоже у меня отложилась настолько его гибель, потому что, вот прям, знаете, как какая-то вспышка из детства, сидишь за завтраком, завтракаешь, помню, папа там меня в школу провожал и бац, по телевизору показывают, там, погиб Тальков. Вот эта вся картина какая-то перед глазами. Так, Ну, Джуна, вот. Да, да, да. Вот народные артисты, вот Витцин. Витцин, да. Вот народные артисты, да. Такая Михаил Пуговкин, народный артист. Винно сказать, что вам из фильмов «Бременские музыканты», «Свадьба Малиновки», «Приключения капитана Врунгеля», «Солдат Иван Бровкин», «Штрафной удар», «Огонь, вода». «Спорт Лото 82», конечно, любимый фильм. Танечка тоже не знает, «Группа Лесоповал», «Группа Лесоповал», «А белый лебедь на пруду», «Огонь». «Памятник к Талькову», «Кто на читает молитву», «Написанный на памятнике и поверженный в бою, я воскресно и спою», Кстати, ходит легенда, ну, не знаю, может быть, это не легенда, что этот крест, который изображен, он где-то за месяц нашел и принес его домой. Как вы знаете, это плохая примета чужие кресты приводить, приносить домой, и через месяц его не стало, его убили. Лев Яшин, наверное, его супруга, 22-го года, посмотрите, 10-го мая похоронили здесь. Интересно. Представляете, сколько еще всего клумбарьев, сколько? Роза Суреновна Авакова. Гриднев. Зиновий Высаковский. Смотрите, как странно. Написано Шамсуддиновы. Сразу КБ, да, много людей. И, видимо, такое ощущение, что будут все продолжать. Далия Ахмет Галиевна. И дальше пусто А вы не знаете, Сонька, золотая ручка, далеко? В какой стороне хотя бы? Блин, я тебе сам тут в день работаю Я примерно знаю, где она Она там как со входа идешь и направо уходишь Как заходишь со входа или как уходишь? Да, как заходишь И направо Как оттуда с улицы на кладбище заходишь и направо сразу А там уже такая статуя, я в ней не разберешься Да, да, в ней непонятно Хотя понятно, головы и рук нету Тоже поговаривают, что типа мы воровала, вот и руки отсохли А кто голову прихватил, я не знаю Посмотрите, какой необычный это уже памятник А вы не знаете, Сонька, золотая ручка, где? Первый участок Как заходишь с центральной направо? Спасибо Ого Красильникова 91-й год рождения А 2012-й не так давно Ой, я подумал, живые Посмотрите, а здесь сколько Ну красиво, что тут скажешь Ладно, пойдемте, последняя попытка Соньку увидеть Не знаю, зачем она мне нужна Но раз я уже здесь, нужно всех знаменитостей Потому что к ней такое паломничество ходит, что я просто удивлен Знаете, не к каким-то людям, которые Ну не знаю, тот же Блата Куджава, да, паломничество Ну ходит, конечно, но не так, как Соньке золотой ручки, понимаете Что только не приносит И деньги, и записки, и сигареты, и все Парадокс Еще как ходит Я не знаю, что они от нее просят, что они ждут от нее И кому она помогла, собственно говоря Не, она, конечно, воровала, но, говорят, помогала людям-то Ну она, может, помогала, там, бедам, и на себе Ну да, да Она-то сама была спросить Вон она Нет, вон она стоит Вон она Точно, точно А я только пару дней назад с людьми разговаривал Они говорят, там у нас есть одна баба, как она Что ходит в малицию Что ходит в малицию И просят, ей все дают Я думаю, ну ладно Вот, просят, ей дают Да Ну, мошенник сам, что там есть, знакомый Мы отожаем, чтобы не внимание здесь ставить Ну вот удивительно К какому-нибудь там Была такой джаве, и паломничество не ходит Нет А вот к ней ходит Ну вот как так Это при том, что она здесь не похоронена Ну, собственно, ходит только песни попеть Да, да А как туда пройти-то А вот, наверное Нашли, короче Украли Конечно, конечно Так, даже говорят, что типа, мол, воровал, а так что руки отсохли Вот их и нету рук И вот каждый раз подкрашивают Но вон уже новая запись есть Славя Славя Факара ТУ Что-то Эти с сердечками даже Кто-то в любви Да, да, да Вот, конечно А сверху пальма Железная эта пальма, чтобы вы понимали И цветы живые, посмотрите То есть постоянно ходят люди Да Я же тебе говорю, очень много людей ходят Прилаживаются, кто-то просит А это 8 лет от таких Вон сколько надписей, вон От непростых И что просит, все дается Да Не только в плохом плане И в хорошем просит, все дается Просто дотрагиваются Вот просит Смотрите, надпись какая Где деньги Либо Лебовский Кто-то у кого-то спрашивает Где деньги То, что зарплату попросить Ну, надо же Ну, эта краска Это, конечно, не золото Да Нет выхода там, да? Нет Вот те самые памятники Не скажу, что выдающиеся люди Но это тоже наша история Атарик Квантришвили И его брат Амиран Квантришвили 93-й год, 94-й По-моему, их убили Кому интересно, посмотрите Про них очень много есть видео в Ютубе Про их историю, про их все Практически возле входа Вон вход центральный Сразу Ну, чем он? Он не Высоцкий, собственно говоря Сергей Столяров Вот, собственно, Высоцкий А вот здесь Квантришвили Все, ребят Экскурсия на этом заканчивается Не знаю, насколько это было интересно Познавательно Но, как есть Я не экскурсовод Что знаю, рассказал Если, может, где-то ошибся Извиняюсь Поправите меня А я Вам всем желаю Самое главное Здоровья Обнял, приподнял Поцеловал Все сделал, как обычно Пока-пока Продолжение следует...